15 городов и поселков, вместе они район Дюра. Больше чем 258 тысяч жителей живут между Титцем на самом севере и Хаймбахом в южной оконечности. Связывающим элементом является река Рур. На ее берегах со времен Средневековья и до сегодняшнего дня развивалась известная бумажная промышленность. Но Рур также имеет высокое значение для проведения свободного времени. Катание на каноэ в речном русле или парусный спор и поездки на прогулочном теплоходе. Также возможна езда на велосипеде вдоль берегов реки Рура. Но прежде всего сельское хозяйство на протяжении тысячелетий формирует ландшафт района. Сегодня это молочное животноводство на юге и выращивание картофеля, сахарной свеклы и зерна на севере. На одном из самых современных сахарных заводов Европы в Юлихе свекла перерабатывается в сахар. Самый большой город в районе – это Дюрин. Здесь также расположена администрация района с более чем тысячами сотрудников. Она является инновационным, высокопроизводительным и благоприятным гражданам-поставщикам услуг. Город Дюрин – это популярный город-центр покупок с развитой розничной торговлей. На еженедельном базаре традиционные региональные производители предлагают фрукты, овощи и многое другое. Церковь Анны в центре города ежегодно является центром паломничества к мощам Анны, относящейся к важной реликвии позднего Средневековья. Одновременно также происходит праздник Анны – самый большой народный праздник в районе Дюрин. С конца 2012 года в районе Дюрин возможны два автомобильных номера. Таким образом, люди в старом районе Юлих снова получают немного собственной идентификации. К этому относятся и то, что районная администрация предлагает свои услуги в Юлихе. Сегодня Юлих – это центральный торговый город для северной части района. Наряду с этим повсюду ощущается дух прошлого. В эпоху Возрождения Юлих был резиденцией герцогов Юлих Клиеве-Берг. Они построили цитадель – могущественное крепостное сооружение, которое является сегодня музеем, а также городской гимназией. Только с высоты птичьего полета можно ощутить размах этого архитектурного шедевра. Два карьера по добыче бурого угля формируют в течение десятилетия ландшафт в районе Дюрин, Хамбах и Инден. Каждый год здесь добывается более 60 миллионов тонн угля для выработки электроэнергии. Уже сегодня планируется использование ландшафта после завершения добычи угля. Для этого было основано региональное общество развития Инден, которое планирует структурные перемены и задает ориентир этим преобразованиям. Один из них – смотровая вышка Индеман на вершине угольного карьера Инден. Здесь развился центр проведения свободного времени с тропинками для прогулок, площадкой для игр, футбольным полем и гастрономией, которые привлекают много людей из ближайшего региона и дальней округи. С площадки Индеман можно наблюдать за развитием добычи угля открытым способом. Запланировано, что с 2035 года карьер будет заполнен водой и станет озером. Таким образом, он станет привлекательной средой для жизни, проживания и работы. Спортивной кульминацией является соревнование патриотлоны Инделанд с несколькими сотнями участников. После плавательного этапа в озере Блауштайн участники переходят на велосипедные дорожки, проходящие сквозь весь Инделанд. Третья дисциплина – бег – заканчивается в Римском парке в поселке региона Инделанд Альтенхофен. Муниципалитет поселка Инден также относится к региону Инделанд. В восстановленных поселках люди вновь обрели домашний очаг. В процессе добычи угля также меняется ландшафт. Таким образом, в 80-х годах рядом с карьером Хамбах возникла возвышенность Софьенюю. Искусственная гора высотой примерно в 300 метров имеет больше, чем 100 километров троп для пеших прогулок. Рукотворная природа Луг Инда был искусственно создан на участке в 14 километров, чтобы изменить направление реки относительно угольного карьера. Научно-исследовательный центр Юлих с 4,5 тысячами сотрудниками является одними из самых больших в Европе. Здесь планируется при помощи новых технологий и продуктов справляться с новыми социальными задачами. По соседству центр новых технологий оказывает поддержку молодым предпринимателям, организующим свое дело с нуля. Подрастающее поколение в сфере науки и экономики получает образование в специальном высшем учебном заведении Ахана «Кампус Юлих». Опытная солнечная тепловая электростанция ДЛР единственная в Германии предоставляет возможность производить исследовательные а также студенты. Новая энергия в тени старой электростанции в Солнечном парке Инден производится электроэнергия примерно для тысячи домолодения. Желающие отключиться от напряженностей будней могут провести свое свободное время в курортном месте Монте-Маре в Кройц-Ау. Район Дюрен дополнил курорт классической сауны, в которой можно попотеть в купальном костюме. В Хаймбахе нидерландский инвестор построил дачную деревню, которая стала популярным местом проведения отпуска всей семьей. Прогуливаясь здесь, можно ознакомиться с природой национального парка Айфель или оценить прелести уединенного монастыря цистерцианцев в лесу Марии у Хаймбаха. Высоко натурской долиной в Хаймбахе возвышается замок Хенгебах, одно из старейших сооружений в Айфеле, которое когда-то было резиденцией графов города Юлий. В настоящее время в замке находится Международная академия художеств. Здесь предлагаются творческие курсы и регулярно проводятся выставки известных художников. К примеру, иллюстратор детских книг Януш с его великолепными рисунками тигра, медведя и других животных. Часто посещаема была также выставка с произведением американского поп-арт-художника Джеймса Ритси. Когда-то замок Ниддеган был резиденцией герцогов Юлифа. Замок постройки XII столетия имел стратегическое значение. Он должен был защищать местность от нападков архиепископа Кёльна. Сегодня экспонаты в музее замков напоминают о прошедших эпохах и тяжелой жизни рыцарей, Несмотря на традиции, насчитывающая 700-летнюю историю, город Ниддеган остается вечно молодым. Здесь район Дюрин создал учебное заведение для подострявшего поколения, планирующего свое будущее в области гастрономии. Расположенный здесь хостель предоставляет с 2011 года самый современный стандарт, качество и вмещает 180 гостей. Геологическая особенность района – это песчаные скалы Ниддегена, которым более 200 миллионов лет. Любителям природы предоставляется прекрасная возможность для пеших прогулок. Современное искусство выставляется в северном районе Дюрин, в единственном в Германии музее росписи по стеклу в городе Линищ. Музей гончарного искусства в Лангервее рассказывает об одной из старейших профессий, которая вживую демонстрируется мастерами. Здесь собраны документы о тысячелетней истории гончарного промысла. Уклад на 1900 года возник пользующийся всемирной репутацией музей Хёш – дом классического модерна. В соседнем музее бумаги собраны документы о истории бумажной промышленности. Она до сегодняшнего дня является одним из самых важных работодателей в районе Дюрин. Театральная школа и многочисленные культурные мероприятия оживляют романтичный окруженный водой замок Бург-Ау. Замок Мироды – это окруженная водой крепость родом из 12-го столетия и находится в частном владении. Современное место для культурных мероприятий – арена района Дюрин. Концерты известных исполнителей, классики, народной музыки и современной поп-музыки проходят в большинстве случаев при полностью заполненной трибуне. Команда настольного тенниса Индерланд играет в немецкой лиге и содействует также молодежному спорту. В районе Дюрин разыгрывается теннисный кубок Game Set Match, в котором участвуют лучшие теннисисты всего мира до 14 лет. Также Борис Бекер играл здесь уже на показательном теннисном турнире. Практически непобедимы команды по волейболу и пляжному волейболу Эвиво Дюрин, которые играют в высшей национальной лиге. В бадминтоне команды из Дюрина также играют в национальной лиге. Район Дюрин расположен в центре Европы и, имея выезды на автобаны 4.44, а также ЖД-сообщения по направлению Кёльн-Ахен, располагает прекрасные транспортные составляющие для сообщений с дальними регионами. В Управлении регионального общественного транспорта заботятся о подвижности людей региона при помощи железной дороги Грурта и автобусов района Дюрин. На бывшей территории угольной шахты в Альденгофене возникла тестовая площадка для обкатки новых разработок автомобильной промышленности. Они могут испытывать здесь свою технику на разных дорожных покрытиях. Высокие мачты на краю – это составная часть современной навигационной системы «Галилео», на которой производят исследования в том числе Рейнский технический университет. По соседству снимают сюжеты на самой большой киноплощадке Европы для сцен остросужетных фильмов, разыгрывающихся на автомагистралях. Сенсационные трюки можно увидеть в сериале «Тревога для Кобры-11». Район Дюрин традиционно характеризуется индустрией. Самая значительная отрасль – это бумажная промышленность и ее предприятия-поставщики. Некоторые предприятия до сегодняшнего дня находятся в частной собственности. Продукты из Дюрин поставляются во весь мир, например, металлизированные ткани братьев Куферат. Завод в США был фундаментом для партнерства между районами Дюрин и графством Дорчеста в американском штате Мэриленд. Район и центр там – это Кембридж, небольшой городок в Чезапик-Бэй. Другой вид партнерства существует с Российским и Тищинским муниципальным районом, расположенным в севернее Москвы. Район Дюрин придает большое значение солидарному обществу. В этом плане очень важная атмосфера, способствующая укреплению института семьи. Поэтому здесь предлагается, возможно, семьям два года не оплачивать услуги детского сада. Также здесь имеется достаточное количество мест для ухода за маленькими детьми. Крепостные сооружения в Юриховском парке Брюкенков предоставляют историческую сцену для семейных прогулок и отдыха. На просторных игровых площадках дети и молодежь могут, не ограничивая себя ни в чем, лазить, баловаться или плескаться. Возник парк на месте садовой выставки в 1998 году. На сегодняшний день она привлекает к себе каждый год примерно 160 тысяч посетителей. К аттракционам парка относятся забавные сурикаты, а также открытые в 2014 году современные молодежные госты для отдыха и проведения семинаров, рассчитанные примерно на 150 гостей. Во многих местностях в районе Дюрин заботятся о старых обычаях. Таким относятся традиционные праздники Стрелка с великолепными гуляниями и майские праздники. Карнавал – это так называемое «пятое время года» в районе Дюрин. Почти 150 активных обществ делают шутерскую сессию удовольствием для всех без исключения. В центре, естественно, устраиваются уличные гуляния с пестро-костюмированными группами людей. Историческое общество Лазарус Штроманос в Юлифе за более 300 лет о старейшем обычае – проводах зимы. При этом соломенная кукла должна поплатиться за все проделки людей. В национальном парке Айфель размером примерно в 110 квадратных километров предлагаются прогулки с профессиональными проводниками. Они объясняют любителям природы истории возникновения детственного леса, силу целебных свойств диких трав, устройства животного мира. К примеру, здесь обитают и дикие кошки. Район Дюрен характеризуется разнообразным, ландшафтным и активными людьми, которые озаботятся о традициях и одновременно открывают для себя что-то новое, что дальше развивает науку и технику. Контраст между сельским хозяйством и высокими технологиями, между привязанностью к региону и открытостью местных жителей ко всему новому, типичный для района Дюрен. Достойной любви часть Северной Рын-Пестфалии посреди сердца Европы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...